Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взялся великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 июня, четверг, и Церковь, литургически приуготовляя нас к празднику Святой Пятидесятницы, предлагает к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов» 48-е зачало. Это 25-я глава, стихи с 13 по 19. И вот как эти стихи звучат в русском синодальном переводе. «Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы лучше понять этот отрывок, мы должны немножечко погрузиться в контекст книги Деяний и отмотать историю немножечко назад. И мы увидим, что апостол Павел попал в эти узы благодаря ложным обвинениям иудеев, которые обвинили апостола Павла в том, что он осквернил храм, введя туда язычников. И они хотели, иудеи, хотели побить апостола Павла камнями и уже реализовывали это свое намерение, избивая апостола Павла. И это закончилось бы весьма трагически, если бы не вмешались римские власти в лице тысяченачальника Лисия и римских солдат, которые прекратили это кровопролитие и, взяв под стражу апостола Павла, до выяснения обстоятельств, заключили его под стражу. И с течением времени, прошло небольшое количество, даже можно сказать, часов, и выяснилось, что апостол Павел оказывается римский гражданин, а судопроизводство в отношении римских граждан имеет несколько иную процедуру. Их нельзя избивать без суда. И, кроме того, выяснилось, что иудеи замыслили апостола Павла убить. И даже 40 человек взяли обед не есть и не пить, покуда апостол Павел жив. Поставив все эти факты, тысяченачальник Лисий отправляет Павла под охраной. Охрана составляла около 400 человек. Под этой охраной апостола Павла на осле отправляют в Кесарию. Это место, где сидел иудейский прокуратор. В то время иудейским прокуратором был Феликс. И когда апостол Павел пришел туда, судопроизводство было затянуто. Феликсом. Одной из причин чего, это была попытка Феликса получить взятку от апостола Павла, чтобы тот отпустил его, зная о том, что у апостола Павла много учеников, Феликс намеревался получить с этого какую-то прибыль. Апостол Павел, естественно, пребывает в вузах, и в таком вот состоянии он пребывает два года до тех пор, пока Феликса, прокуратора, не отзывает с его прокураторской должности в связи со скандалами, которые были связаны с тем, что он являлся весьма нечестным правителем и весьма жестоким. Он жестоко подавлял восстание, и для выяснения этих обстоятельств он был вызван в Рим, а на его место заступил новый прокуратор. Это был Фест. И как раз таки мы приближаемся к вами к нашему отрывку. Фест прибывает на место своего нового служения. И, естественно, по протоколу все градоначальники и наместники территории должны были познакомиться с новым правителем. Это и делает царь небольшой палестинской территории Агриппа II. Это внук Ирода Великого, сын Агриппы I, о котором говорилось в 12-й книге «Деяния апостольских». Он воспитывался при дворе императора Клавдия и, в принципе, занимал проримскую позицию. Соответственно, он одним из первых, вероятно, прибыл, чтобы познакомиться с римским прокуратором, потому что благополучие царя Агриппы практически напрямую зависело от устойчивости власти римлян в Палестине и на территории всей Иудеи. Он пребывает со своей сестрой Вереникой или Вероникой, о которой ходили весьма неблагочестивые слухи, но, скорее всего, это были слухи, однако дыма без огня не бывает. Вероятно, она вела себя весьма неблагочестиво, что о ней ходили слухи, что она сожительствует со своим братом, царем Агриппой II. И вот они прибывают к Фесту, и Фест сразу знакомит, прокуратор Фест сразу знакомит их с делом апостола Павла, так как Фест, будучи римским гражданином и римлянным по культуре, он не разбирается в иудейских традициях, и ему непонятна проблема во всех тонкостях, непонятна проблема апостола Павла. И он совершенно логично знакомит царя Агриппу с обстоятельствами этого дела и, скорее всего, хочет получить некую консультацию. И говорит Агриппе о том, что когда он пребывал в Иерусалиме, то есть когда Фест был в Иерусалиме, иудеи жаловались на апостола Павла и предлагали ему на рассмотрение дело этого человека, возмутителя спокойствия иудейского, то есть они требовали смерти апостола Павла. Но когда, прибыв из Иерусалима в Кесарию, Фест приглашает иудеев, обвинителей для обвинения апостола Павла, он не находит никакой вины в действиях апостола Павла. То есть по законам римской империи апостол Павел невиновен, и его нельзя ни в коем случае приговорить к смертной казни, и он таким образом пытается это дело отдать на рассмотрение внутри, собственно, иудейской общине, то есть перенаправить в юрисдикцию именно царя Агриппы это дело. И он говорит, между прочим, о том, что в принципе юридически никакой вины за апостолом Павла нет, а есть только некие богословские споры о богопочитании и о некоем Иисусе, который, по утверждению апостола Павла, воскрес. Здесь, конечно же, прослезывается на языке оригинала, на греческом тексте это видно, что здесь прослезывается некая ирония, потому что Фест, как представитель римской культуры, он не верит в эти, по его мнению, иудейские сказки о воскресении, и он, в принципе, ему неинтересно все это, и он пытается это отдать все на суд Агриппе. Деписатель и евангелист Лука в этом отрывке и в этом тексте пытается своим читателям показать, что, в принципе, апостол Павел с проповедью о Христе не является врагом, ни в коем случае не является врагом римской империи и римскому укладу жизни. И иудеи, извращая проповедь апостола Павла, превратно ее понимая, пытаются настроить римские власти против христиан. Стоит сказать, что для римлян иудеи и христиане – это две крайности одной и той же сущности, потому что они не различают иудеев и христиан, то есть для них это все одно течение, и они не стремятся разбираться в тонкостях богословия. Главное здесь, что христианство не несет никакого деструктивного характера. Деструктивный характер привносят иудеи, которые пытаются очернить в лицах легитимной государственной власти Римской империи, учения апостола Павла и проповедь о Христе. Дорогие братья и сестры, на этом мы закончим разбирать этот отрывок. Будем помнить о том, что, молясь, мы обращаемся к Богу, а читая Священное Писание, Бог обращается к нам, поэтому будем читать Священное Писание и проникать в словеса Божественной Истины. До новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова